Всем огромнейший привет из 2012-го, ой, господи, 19-го. Сегодня у нас 1 января, и хотела вам рассказать пару слов о том, как зашибись прошёл наш Новый год, особенно новогодняя ночь, когда все улеглись спать. Вчера у нас случилось просто, не знаю, экстренное ЧП, которое мне дико потрепало нервы. На самом деле я полностью репортаж ввела прямо оттуда, но я думаю, что лучше я подкрашусь и покажу, что я могу выглядеть чуть-чуть получше, и вставлю кадры из вот этого события прямо сюда. Но если в двух словах, то когда все легли спать, я, как всегда, позже всех ложусь, услышала дома какой-то очень громкий гул. Я начала искать его источник, откуда этот жуткий звук, пересмотрела всю технику. В общем, что было дальше, я вам сейчас расскажу прямо из точки вчерашних событий. Всем большой привет! И да, вы не поверите, но сегодня новогодняя ночь. На самом деле я уже собиралась отходить ко всему. Сереж, как вы выключите к его адресу? Все уже улеглись спать. Уже спали. Уже спали. Я решила, ну, миссис Логика, попить кофе. Поставила себе молока. Слышу такой странный звук, знаете, как завёлся какой-то механизм. Да, вот я такая, думаю, так, включилась случайно вытяжка. Послушала, нифига. Думаю, посудомойка, нифига. Здесь проспается Сережа мама. Начинаем думать, что же это. Понимаем, что это в подъезде включилась вентиляция. Короче, идём в подъезд. Там уже носятся соседи. Включилась вентиляция, пожарная сигнализация, отрубились лифты. И все там ходят, ну, пытаются понять, в чём дело, что делать. Я такая в шоке, думаю, не дай бог пожар, все спят. У нас целая толпа. Думаю, да собирать сейчас на улице же холодно. Думаю, так надо вещи, документы, что брать. Пока я бегала, у меня пролилось кофе. Это была маленькая неудачная попытка оттереть его. Сейчас буду продолжать. Но это молоко, не кофе, а молоко. Короче, пока я носилась, Серёжа на маму пошла, легла спать. Я стучу своей. Мама, там пожарная сигнализация. Мама, там пожарная сигнализация. Мама так встала, прошлась и легла спать. Захожу к родителям Серёжиным, говорю, ребята, пожарная сигнализация. Надо вставать, перестраховываться, смотреться, брать вещи, одеваться, спускаться. Говорят, да, это, наверное, кто-то хлопушку какой-нибудь взорвал. Или случайно нажал и на другой обращок играл, вы шутили. Короче, кое-как еще Серёжа добудилась, Серёжа вспомнил. В общем, в итоге вроде как более-менее какая-то движуха началась. И то моя мама все-таки ушла спать. Серёжина мама тоже отдыхает. Серёжин папа проверяет там уже вместе с другими соседями. Сейчас пока мужчины ходят в подъезде, смотрят, как все дальше будет. Так, вот так вот у нас работает сирена в подъезде. Ну я просто в офиге от того, насколько вот этот великий русский авось у нас работает, да. То есть пока нету дыма, блин, и языков пламени, можно поспать. Ну как это? На лестнице один отход, да, к вступлению на улицу. Ох, ребят, слава богу, всё разрешилось. Оказалось, что там лик, короче, замкнула. В общем, пожары, слава богу, не нашли. Отключили сигнализацию, все дела. Ребят, огромный всем привет. Вы, не поверите, приехали в травку, потому что по ходу дела Серёжа сломал себе ребро. Я не буду рассказывать, как это произошло. Не надо рассказывать о том, как это объяснили. Я сам потом расскажу, как я это сделаю. Подробности? Подробности. Ну это только догадки, как бы не факт, но уже пару... Похоже это на членовый редитис, это на самом большее. Это на понты больше похоже. На попытку понтануться. Но мы ещё не знаем, что там как, но на самом деле он очень плохо спал, не может ни наклониться, ни кашлянуть. И сейчас вот мы прибыли в какой-то травпункт, просто пробили адрес, просто приехали. Там охранник сидит. Короче, здесь вот такие бахилы в дырочках. Всё надевается. В общем, сейчас посмотрим, как там внутри и что же покажет рентген. И вообще не пошлют ли нас всё-таки 1 января. От Серёжа на харизму даже бахилы рвутся. Аккуратнее просто, что за пыл страстей. Вот, видишь, можешь, когда хочешь. На удивление нет вообще людей. Это, конечно, очень радует. Когда, помню, я как-то попадала в трофон, навсегда очередь. И тут, посмотрите, ламочки. Мелима, 28-й. Вот дальше, видишь. Так, конечно, ремонтик старенький, но всё чистенько, аккуратненько, в принципе. Здесь можно даже, когда ожидать, что наличных нет. Нет, это по телефону. Можно даже, если у вас есть наличные, что-нибудь купить вкусненькое. Я уже, знаете, 10 раз убеждаюсь, что всё-таки карта не везде, и надо носить с собой наличку. Ну что, сделал Серёжа рентген? Давай покажем, может, какой-то медицинский работник разбирается. Ну вот, кто разбирается, напишите ваше заключение. Ну что, ребятки, выписали Серёже ушиб грудной клетки. Обошлось без перелома. Если бы сейчас были рабочие дни, ему бы дали 5 дней выходного. Но так как всё попадает на праздники, то, в общем, вот такой диагноз. Но из хорошенького, да, это то, что всё-таки всё бесплатно. Ничего не платили, просто по полису. Всё очень вежливо, да, хороший вражий. Ну классно. Всё-таки мнение о медицине в Москве не меняется. Пока оно стабильно, очень приятно. Так, ребятушки, из планов ещё хочу буквально на днях снять очередную посылку из Китая, ожидания против реальности. Здесь уже в основном взрослые вещи. В том числе я заказала какие-то тренды, типа клетка и чебурашка. Вот такая шубка и так далее. Хочу максимально всё на себя примерить. В общем, как в старые добрые времена. Следующий влог, наверное, будет, но я ещё не уверена, что это надо делать. Это про возврат, обмен моих подарков. Ну, точнее, подарка, который мне Серёга сделал. Ещё не уверена, что буду это снимать и вообще совершать. Это обмен, возврат. Ну, одно из двух покупочек, точнее, подарка Серёгиного. Это, конечно, дико обидно. Я до сих пор не знаю, смириться мне или что-то попробовать поменять. Время пока есть. Ну, вот так вот вопрос завис. В общем, тоже в следующем влоге расскажу. Тут, кстати, мне в комплект дали к покупкам вот такую вот книжку. Очень классную, наверное. Как видите, она ещё запечатана, я её не скрывала. Вот думаю, если ты как бы возвращаешь или меняешь покупки, тебе надо весь комплект возвращать или можно оставить себе. И что ещё? Выводы за 2018. Мои успехи, так скажем, поражения. Что сбылось, что не сбылось. Планы, в общем, очень хочу за эти каникулы успеть побольше всего наснимать. Ну, в общем, слава Богу, несмотря на то, что у нас довольно много приключений выпало на этот Новый год, всё, в принципе, плюс-минус обошлось. И хотела подвести итоги, потому что это наш первый Новый год после переезда в Москве. До этого всю жизнь мы встречали исключительно в Краснодаре. И реально очень интересно сравнить, да, что же такого здесь необычного. Конечно, я думаю, что если бы я не была беременна, у нас бы не было маленького ребёнка. Ну, либо можно было оставить Алису с кем-то. Классно было бы попробовать поехать куда-то, там, встретить на Красной площади ещё где-то. Потому что, например, на ВДНХ, мы не так далеко от ВДНХ живём. Я читала в новостях, праздновали чуть ли 26 тысяч человек. Но так как у меня большой живот, на улице довольно скользко, я уже вообще не выхожу сама на улицу. Представь, то есть меня всё время кто-то сопровождает. Максимум, если мне вот буквально выйти, сесть в такси. Хотя тут куча реагентов и песка, но всё равно есть места, где гололёд, либо склон какой-то. Ну, короче, довольно опасно уже. Что меня безумно удивило, я бы никогда не... Короче, мы все ждали салюта, потому что в Краснодаре где-то с полдвенадцатого начинают бахать. 12.02 — это вот фееричный апогей салютовый. И буквально, если тебе видно до горизонта город, то всё это пространство до горизонта, оно будет вспыхивать салют. Я не знаю, здесь мы подофигели от того, что три с половиной пшикалки кто-то запустил. При том, что сначала думали, что из-за того, что огорожено, у нас как бы дома в кольце, да, и вот типа двор, ничего не видно. Может, люди куда-то ходят на поляну какого-то специально отведённого. Как вы знаете, место для выгула собак, место для хлопушек. Уже там Серёга вышел, походил. Ну, нифига. То есть раз в пять минут выходит какая-то семья. Кстати, вот с такими пум-пум. Алиса там, Алиса, кстати, не спала почти до часа, причём и не просилась. Ему её как бы не специально, просто думаем, будет громко. Она может испугаться, проснуться. Решили вот, когда апогей салютов пройдёт, чтобы она уже спать ложилась. И она как раз, видимо, вот эта вся атмосфера. Долго не спала. Короче, Алиса там от окна не отлипала, всё ждала, когда же начнётся салют. Каково же было наше удивление, у нас тут, в принципе, есть пространство между противоположных домов до горизонта. То есть видно там парк, лес и, в общем, несколько километров просто пустого пространства. Я думала, там будет фейерверк. Нифига, просто нет. То есть я безумно удивилась, что в Москве не принято взрывать салюты, хлопушки, покупать их максимум вот кто-то там, не знаю, раз в несколько минут что-то взорвёт. Видимо, есть какие-то концентрированные места проведения праздника, и все салюты, не знаю, там фигачат, или просто ходят смотреть, смысл самому покупать, да, когда правительство будет ещё на это деньги тратить. Будут какие-то крутые салюты, не знаю. В общем, москвичи, напишите, как это понимать. Всегда у вас такая, или просто у нас район такой, не любители салюта. Но, опять же, мне тут много всего видно, как бы я вообще, в принципе, вправо-влево смотрю, никто ничего не запускает. Ещё из маленьких новостей, ну, не знаю, стоит ли это как бы проговаривать отдельно, но, наконец-то, мы моей маме выбрали пуховик, и вы не поверите, пришлось ради этого перелопатить кучу сайтов. В общем, я поняла, что если бы мы оффлайн продолжали выбирать, то это безнадёжно, потому что там, где, знаете, даже сборище, вот десятки страниц, сотни вариантов из десятков магазинов, мама кое-как там выбрала себе, по-моему, штук 8 пуховиков на выбор. Мы бы так их по очереди мерили-мерили. Всё-таки ей один понравился, она на нём остановилась. Вариант именно пыльно-розового цвета. Всё, как она хотела, не чёрный и не светлый, довольно длинный, с капюшоном, приталенный, с паском. В общем, все её критерии совпали, так что, слава богу, в эту новогоднюю ночь радовалась не только я. Расскажите, как у вас Новый год прошёл, всё ли было спокойно? Или как у нас там, то сломанное ребро, то пожарная сигнализация. Я вас поздравляю с наступившим 2019-м. Надеюсь, мы с вами кучу-кучу всяких свершений в этом году закроем. И он будет максимально интересный, насыщенный. Оставит в нашей жизни исключительно положительный след. Так что всех вас целом. Жду вас в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»